Суцей ТВ привет! Я поздравляю всех, кто любит нашу рубрику авто. Сегодня у нас новая программа. Как она называется? Хот райд. Это Алекс Шоу Кар, наш новый ведущий этой программы и, собственно говоря, эксперт, который покажет нам все прелести этой тачки. Это тачка Коня. Это тачка нашего легендарного, известного диджея Алекса Кононова. Диджей Конь ездит на одноименном мустанге, которого тоже зовут Конь. И у этого жеребца сумасшедший потенциал. Сейчас мы его пытаемся продемонстрировать здесь, на специальном нашем секретном треке. Итак, у нас будет три рубрики. Первая рубрика это ТО. Что мы в ней будем делать? В ней мы будем смотреть на то, из чего сделана машина, почему она сделана так, для чего она сделана. И что думал тот конструктор, когда придумывал этот кусок металлолома. Вторая рубрика это Рубрика Ход Рай. В ней мы попробуем открыть потенциал того железного коня, который мы тестируем. И третья рубрика это Автомобиль в большом городе. Мнение города. Тот социум, который собирается вокруг машины. Как он это видит, как он это смотрит, как он это чувствует. И может быть даже местами хочет пощупать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, рубрика ТО. Что же мы сегодня вот увидим под этой машиной? Сегодня вот этой машиной мы увидим, кто ее делал, как ее делал, что было в голове у того человека, который придумал этого монстра. Монстр этот Ford Mustang. Посмотрим все его технические плюсы и минусы. Попытаемся озвучить, если у кого-то есть такой Ford или он собирается его купить, с чем он может столкнуться, как это может произойти и как с этим бороться. Ну и оценим перед горячим заездом его техническое состояние, дабы не убиться. А вот скажи сразу первый вопрос. Здесь нет защиты двигателя. Почему ее здесь нет? На самом деле этот автомобиль, заточенный под дрифтинг, это сейчас одно из самых модных и самых ярких проявлений любительского автоспорта. Люди ложат немеряное количество денег в свои автомобили для того, чтобы получить автомобиль, который может ездить очень долго боком. В данном случае защита не требуется, так как все заезды проходят на асфальтированной ровной площадке. И лишний вес – это лишний минус спортсмену, который выступает в данной дисциплине. Тут замечательно. На самом деле смотришь на машину и понимаешь, что ты находишься под маленьким Камазом двухосным. Все сделано с таким запасом прочности. Те же самые рычаги, передние балки, стабилизаторы. Такого стабилизатора не встречается ни в одном легковом автомобиле. Его можно даже сравнить с каким-то образом, с минивэном, с джипом. Видно по глушителю, какая мощь у этого 4.6, V8. То есть так можно подержать, кому будет кто-то на подъемнике. Дама, если у вас есть автомобиль, смотрите, то есть если руками обхватывается, то вы его удержать можете. Если нет, то тренируйтесь дальше. Здесь установлена механическая коробка передач. По всему кузову использованы усилители. Так как этот автомобиль имеет корни именно спортивные, затащивался под спорт, под молодых, активных людей. И в 2004 году эта марка отпраздновала свои 40 лет. Все, все говорит, смотришь, о, вот это вот лажа, это лажа этого автомобиля. Я не понимаю фаркопы на автомобилях вообще. То есть мы смотрим под микроавтобус. Вот эта штука, это наличие микроавтобуса. Это не есть правильно, то есть в моем понимании это вообще не должно стоять на автомобиле. Причем это все отлично подсвечивается неончиком, который, наверное, я так понимаю, когда на улице темно, очень хорошо должен светить. И я так подозреваю по маркировке даже красным светом. То есть мы имеем светлячка, маячка. Очень тяжело понять то, что было у конструктора в голове. Но на самом деле, вот, а что у тебя в голове? Вот что у тебя в голове, когда ты смотришь на этот автомобиль? Не знаю, вместительный бак как минимум. Я вот вижу такой огромный бак, хорошие выхлопные трубы, 4, сколько объем? 4,6, V8. Причем на самом деле абсолютно правильно размещен. Очень большой бак и очень большие две выхлопные трубы. То есть перерабатывается все из бензина в выхлопную очень быстро. На самом деле вот отсюда происходит весь поток. То есть вся энергия, заправляемая в бак отсюда, идет по патрукам к двигателю, в переднюю часть. Там, где происходит в камере сгорания мощнейший сумасшедший взрыв. И потом весь этот взрыв через вот эти вот два, вот эти две массивные штуки превращаются снова обратно в дым, но только уже сзади. Этот весь момент автомобиль заднеприводный. Имеет задний привод и скользить позволяет очень мощный и тяжелый мотор, который находится спереди и разгруженная задняя подвеска для классного бокового скольжения. Этот автомобиль выпускается с 1946 года. После его презентации этот автомобиль был презентован в 1964 году. Менее чем за два года эта марка сделала миллион. Миллион автомобилей. Это был сумасшедший. Это бум Америка. Сейчас мы стоим под машиной, которая сделала Америка. То есть это ихняя, Мустанг, это действительно ихнее народное достояние. Очень много разговоров идет по поводу двигателя. Так давай же посмотрим, что же под этим капотом. Ой-ой-ой-ой-ой. Где тут двигатель? Это Ай-яй-яй. Здесь у нас В8. То есть это 8-цилиндровый двигатель с объемом 4,6. Ну, для наших дедушек и бабушек будет понятно два волговских мотора. Очень хорошо настроенных, заряженных и работающих в паре. Здесь вы видите под капотом распорки. Эти распорки служат для того, чтобы не играл кузов. Такие большие колеса, которые здесь стоят и все-таки вес автомобиля требуют к себе дополнительного запаса прочности. Обеспечивается. Это все придумал с завода. Все придумал тот человек, который воплотил эту модель в жизнь. Этот автомобиль в этом кузове стал одним из самых популярных. Он выпускался дольше всех и имеет самое максимальное количество комплектаций. На самом деле, Ford Mustang позиционировался как автомобиль, который не такой. То есть на самом деле, даже на значке, на эмблеме этого автомобиля, конь бежит в противоположную сторону по канонам американским, куда должен бежать конь на ипподроме. Ихний лозунг, один из их лозунгов маркетинговых, был «Твой Ford для тебя». То есть они поставляли эксклюзивные выпуски. Человек мог выбрать мотор, человек мог выбрать трансмиссию. То есть для чего он собирается использовать этот автомобиль. То есть он получал определенный запас, кит, то есть туфли каждый день, там, многосезонные, то есть запасную одежду и так далее и тому подобное. Он выбирал это пальто по себе. Так же самое, так касаемо и салона. Сейчас мы оценили его техническое состояние как на твердое пять. У нас не должно случиться никаких вопросов с его эксплуатацией. И мы сейчас попробуем прокатиться по городу, а также сделать ему отличный, классный ход-трайд от Tosetv. Смотри Tosetv, дальше больше. Продолжение следует... Сейчас мы попробуем испытать этого железного коня, именно в том деле, для которого он был создан. Сейчас, учитывая, что стоит стандартная резина, полностью очистить кайф от дрифтинга не получится, но мы сделаем максимально для того, чтобы показать, на что эта машина способна сегодня здесь. А конь будет рад этому? Я думаю, что мы коню резинку попилим тихонечко, пока он видеть ничего не будет. Немного подниму! Продолжение следует... Да, конь купилась настоящую, такую техно-машину, я думаю, она будет сверлить и сверлить. С дискотеки можно быстро куда-то на вторую, да? Я думаю, что даже не только на вторую, а также и на третью, и на четвертую, и на пятую. Самое главное, что все время чередовалось блондинка-брюнетка, блондинка-брюнетка. На самом деле конь – это огонь, это классное железо. Обладатель этого автомобиля действительно обладает той мощью, которую должен любой мужчина совладать. И Алексу Конану огромный респект за автомобиль. Понятно. Ну что ж, рубрика тест-драйв окончена, и теперь поедем к рубрике «Мнение города». Да, самая интересная рубрика дальше больше. Автомобиль в большом городе. Итак, третья финальная рубрика, в которой могут принять участие абсолютно все, и вы в том числе. Как она называется? Называется «Авто в большом городе». В этой рубрике вы можете стать участником нашей программы, рассказать о том, что вы думаете об этом железном коне, как вы к нему относитесь, какие эмоции у вас это создает. Отдались ли бы вы, или, может быть, вы хотели бы себе это авто 20-м в коллекцию, либо, может, первым. Либо вы вообще никогда не ездили, не видели, у вас нету прав, и вы его хотите. Вы все можете рассказать сегодня, здесь и сейчас. Конь американский, как конь. Да и все. Должен сказать, начнем первое дело, конечно, с сиденья, потому что самое главное для водителя – это удобство вождения. То есть я могу попробовать ее завести? Боковая поддержка хорошая, все, что я знаю про меня. За руль подержись, за руль. Как нравится. Кожаный, класс, с лошадкой. Видно, что очень-очень крутая американская мощная точила. Американская железа, да. Теперь совсем другое дело. Я вообще все оцениваю, как бы внешне, как все выглядит, как ездит, мне все равно. Сиденья отличные, присутствуют боковые поддержки. Не знаю, сколько тут может быть лошадиных сил, особо, честно говоря, не спец. Но все так приятно сделано, мне нравится вот эта все кожаная обивка. Так, ну и, во-первых, что я всегда мечтал посидеть в американской тачечке. Сломать ее тоже нелегко. Конь, да. Но он быстрый, наверное, конь. Надо быстрый конь, он бежит куда-то. Ну, посмотри назад. Тебе бы здесь с конем было бы удобно? Пожалуй, да. Я думаю, что сиденье хорошо откидывается назад, поэтому, наверное, да. Поэтому, я считаю, хороший выбор. Как коня автомобиля, он ему ярко подходит? Да, как раз с именем все нормально. По десятибалльной сколько бы ты поставил? По десятибалльной сейчас я посмотрю. Семерку, ставим семерочку. Девять. Ну, наверное, семь-восемь. Вот такая моя оценка. Это без учета того, что ты на ней не долбил еще? Да, да. Не долбил и не долбил в ней. Восемь – это после того, как с конем на заднем? Ну, да. А может, и десять? Ну, у него борода, может быть, немножко больно. Тусе ТВ дальше больше. На самом деле, как бы не в оценках дела. Это пацанячая машина. Это машина для того, чтобы можно было классно съездить на Тусе. Мне нравится все. На тот возраст, на то представление эта машина просто супер. Она касаемо той задачи, которую она должна выполнять, она справляется на 10+. Все остальное, я считаю, это нюансы. Ну, что ж, тогда поехали дальше. Отдадим машину коню и будем искать следующую звезду, у кого возьмем покататься машину и проверим точно так же в трех рубриках. Я знаю трех ярких блондиночек, которые мы зайдем перед тем, как мы вернемся к коню.